Итак, дорогие мои, мы выполнили примерку этого платьица. Вы ее посмотрели, пусть без наших головок, но по крайней мере, как оно сидит, вам все понятно. Сняли после примерочки платья. Следующий этап в работе. Значит, еще раз напоминаю, раскрой первое, первый этап. Сметочка, второй этап. Примерка, третий. И сейчас у нас начинается четвертый этап в работе с нашим, с любым нашим изделием. Мы всегда должны запомнить результаты, которые у нас были обнаружены во время примерочки. Что у нас было? Ну, давайте с маленького начнем. Этого рукавчика у нас нет. Я меряю только один правый рукавчик. Посмотрите, вот он, в каком виде он был у нас сметан. И вот эта длина нас устроила. Если нас устроила эта длина, просто прорисовываю вам поярче. Вот здесь у меня стояла меловая линия, чтобы вы видели. После того, как закончили примерочку, я беру иголочку с белой ниточкой, без узелков. И по меловой линии, посмотрите как, да? Прямо, то есть нас устроила эта длина, и поэтому я должна ее запомнить. Как я ее запоминаю? Вот так прошиваю просто, вот таким вот образом. Запомнила, хвостиков длинных оставлять не надо, потому что они у нас очень быстро могут потеряться. Теперь достаю вот за этот узелочек и распускаю заметанную линию низа. Посмотрите, что получается. Я таким образом запомнила 4 сантиметра буквально. Не надо длинные вот эти все какие-то линии ставить, потому что у нас еще не было осноровки. Все точные линии, все точное положение линии низа и любой линии вообще, оно будет во время осноровки рисоваться. После примерочки мы только запоминаем вот этот маленький кусочек. После того, как мы запомнили, поставили белую ниточку без узелков и без закрепок, мы вывернули наш рукавчик на другую сторону. На другой стороне, на изнаночке это выглядит вот так. Я сейчас подготавливаю этот рукавчик для стачивания. Для этого рядышком кладу еще второй рукавчик наш. Уточняю несколько, посмотрите, мне кажется, вот чуть-чуть буквально вот этот шовчик, припуск здесь побольше, чем вот этот. Поэтому я говорю себе, что я буду строчить за ниточку вот с этой вот стороны нашего изделия. Других изменений у меня никаких нет. Сложила вот так аккуратненько и откладываю рядышком, несу это рядышком с машинкой кладу для того, чтобы прошивать вот эти припуски. Следующая операция будет у нас стачивание. А мы с вами работаем с нашим большим изделием. Итак, была выполнена примерка. Примерка пришла у нас, как всегда, хорошо. По-другому просто и быть не могло. Какие изменения у нас были во время примерочки? Я вам поярче сейчас нарисую вот эту вот линию. Видите, да? То есть я захотела, чтобы вот эта складочка подвинулась ближе к центру. И поэтому я поставила вот эту меловую линию. После того, как закончилась примерка, первое, что я должна сделать, я должна запомнить эти меловые линии. Поэтому опять берем ниточку с иголочкой. Мелкими стежками прошиваю ткань в один слой по этой меловой линии, да? В нижней части на юбочке. И прошиваю точно так же наверху. Потому что мне так удобно будет потом их ловить, так сказать. Чтобы я же сейчас отпарю, я эту ниточку вот так вот рассекаю. Чтобы часть моей отметки осталась внизу, часть осталась вот так вверху. Первая меловая линия, которую мы запомнили. Делается вся работа только с правой стороны. На левую сторону, вот на эту часть нашего изделия, эти линии не переносятся. Посмотрите на юбочку. На юбочке мы хотели во время примерки сделать ее покороче. И поэтому мы тоже черкнули вот эту нашу вот отметочку. Четыре буквально сантиметра. И сейчас так же, как на рукавчике, я делаю вот такое запоминание. По этим четырем сантиметрам, посмотрите, вот здесь, да? Я поставила опять ниточку. Дальше. Что еще у нас были? Какие у нас еще были отметочки? Еще у нас была отметочка проймы. Вот по пройме мне хотелось... Внизу у меня нет никаких меловых линий. Посмотрите, здесь чистенько, да? А в верхней части проймы у меня стоит меловая линия. Я думаю, что вам все-таки ее... Не стало ее делать мелом повторять. В общем-то, я ее вижу. Я думаю, и вы ее тоже хорошо видите. Но если не очень хорошо, то понимаете, что она вот здесь вот есть, да? Вот. И вы вот такими маленькими стежочками, где видите вот эту линию, там и прокладываете беленькую ниточку. Если вы этой линии не видите, посмотрите, подмышкой ее нет, да? Здесь вот все чистенько и хорошо. Хвостик этот я укорочу, чтобы нечаянно за него не дернуть в процессе работы. И я запомнила... Вот таким вот образом, посмотрите, еще разочек. Я запомнила линию проймы. На другую часть нашего изделия, на левую сторону переносить, повторяю, это не нужно. И на спинке это выглядит вот таким образом. Разрезаю эту белую ниточку, чтобы она была и на спинке, и была у нас на полочке. Зачем? Сейчас расскажу про это дальше. Итак, так как примерочка прошла у нас качественно, линия талии не корректировалась. Отметка, отметка и отметка вот здесь по линии низа. Посмотрим на спинку. На спинке вы видели, что я совместила, когда мы надели эта платьица на фигурку, я совместила вот эти вот белые ниточки и заколола это, соответственно, вот такими вот булавочками. То есть я ничего не зашивала. Горловинка у нас не уточнялась, положение складочек на спинке у нас не менялось, они совпадают вот с этими выточками. То есть, как видите, все у нас было с вами достаточно хорошо. На этом запоминание у нас закончено, но мы, но не закончены там, которое называется внесение изменений. Запоминайте следующие наиважнейшие вещи. Если у вас платье отрезное по талии, нужно обязательно, это горизонтальная линия, ее нужно обязательно распустить. Линия низа, заметанная, это тоже горизонтальная линия, ее тоже нужно обязательно распустить. И так как мы с вами будем выполнять, вам удобно посмотреть, как выполняется осноровочка нашего изделия. Осноровочек бывает две. Бывает осноровка в закрытую пройму, когда у вас плечики сшиты, а бывает осноровка в открытую пройму, когда плечики у вас не сшиты. Так вам удобнее посмотреть и для начала познакомиться с осноровкой в открытую пройму. Если в открытую пройму, то тогда плечевой шов я тоже распущу. Вот так. Потому что это горизонтальная линия. Но вы должны понимать, что осноровка бывает и в закрытую пройму. И в данном платьице мы могли бы плечики на самом деле не распускать. И так мы начали. Посмотрите, сметанный плечевой шовчик. Я делаю довольно-таки большую закрепочку здесь. Ножничками рассекла, булавочек за хвостик дернула. Все дело сделано. Точно так же. Работать, мои хорошие, надо быстро научиться. Так сказать, здесь я показываю все свои наработки, как это делать действительно быстро. Я всегда делаю довольно-таки такие вот, смотрите, закрепки, которые назад иголочкой несколько раз рассекла, закрепочка исчезла. Теперь я беру вот за этот узелочек и спокойно удаляю вот эту вот ниточку. Надо сказать, что вот здесь у меня сметана некорректно. Почему? Потому что я обычно использую всегда ниточку такой длины, которая мне позволяет не останавливаться и не менять ниточку на иголочке, не добавлять ее. То есть за один прием я стараюсь прошить весь шовчик. Как, например, вот здесь. Закрепочку распорола, за эту ниточку дернула. Но он короткий, но если шовчик у вас длинный, я тоже стараюсь делать это именно таким образом. Посмотрите, вот это изделие у нас распустили мы, да? Дальше давайте мы сейчас к нему еще немножечко вернемся. Чуть-чуть погодя. Что мы делаем здесь? Здесь мы должны распустить, конечно же, линию низа. Опять находим узелочек. Видите, закрепочек я не ставлю, когда делаю такие вещи. Для чего? Опять же для того, чтобы мне было удобно. Всегда старайтесь найти такие приемы в работе, придумать, выбрать для себя, чтобы вам работать было легко. Думайте немножко вперед всегда, какой будет следующий у вас шаг. И тогда вам будет работать гораздо легче. Мои хорошие, я не буду вам показывать стачивание. Тут ничего нет сложного. Но скажу только следующее, забегая наперед. Я хочу показать вам, ну, может быть, я немножко покажу какое-то стачивание, чуть-чуть буквально. Но мне очень важно показать вам осноровку. Но чтобы дойти до осноровки, вот этот шовчик, это вертикальный шов, я должна прошить. И все вертикальные швы, которые здесь будут, да? Потом я должна убрать нить наметки. Я рассеку здесь и дерну вот за этот узелочек здесь. И быстро его убрала. Прошивать я буду не в саму меловую линию, а рядышком, слева или справа от нее. В данном случае мне все равно, я прошью с какой-то другой стороны, чтобы не вбивать вот эти вот прошитые нити наметки в машинную строчку. Чтобы чистить было потом легко. Прошивать нужно всегда рядышком. Затем я буду обметывать вот эти припуски. Ну, результат обметки, наверное, я вам покажу. Потому что и утюжить затем. И только после этого я буду делать осноровку. Значит, у меня будет еще стачивание, обметывание, утюжка. И осноровка, это, по-моему, у нас восьмой номер пойдет. Что здесь хочется еще вам показать? С этим швом все понятно. Никакой проблемы нет и ничего нового для вас нет, да? А новенькое может быть следующее. Посмотрите, здесь у нас предполагается использование застежки молния на этом участке. Поэтому, что я люблю сделать? Я люблю обязательно в тот участок, где у меня будет молния, до стачивания снова зашить. Для этого я ставлю уже узелочек. Поставила узелочек, да, на иголочке с ниточкой. Удалила вот эти ниточки, которые у меня были временные, которые у меня показывали ширину припуска на лице. Так, и можно скрепить вот так булавочкой, прежде чем сметать. Посмотрите, с этой стороны, вот у меня рассечка, я оставлю, я зашиваю, как бы сметываю снова вот этот вот участок. Вот так. Вот так я его сметала. Сметала узелочек, обратите внимание, закрепочку внизу не ставлю, чтобы легко можно было это мне убрать. Вот так, и вот так убрали мы. Что получилось? Получилось вот что. Итак, 15 сантиметров от талии вниз. Ну, можете вот так вот ладошку положить. Это будет примерно 15 сантиметров. Вот до сих пор у меня будет молния. Я ярко ставлю эту отметочку. Мои хорошие, а вот этот вот припуск, посмотрите, это примерно около 2 сантиметров, да, от линии, по которой будет проходить молния, до среза только припуск. Не надо делать больше. Я продублирую Либо неким прошивной кромкой, которая продается в рулончиках, либо кусочком дублерина. В качестве дублерина может быть и дублерин, и флизелин клеевой, да. Как это будет выглядеть, я вам покажу. Я думаю, с этой операцией тоже все, кто шьет, хорошо знакомы. Я всегда предпочитаю укрепить припуски на участке застежки молнии, чтобы саму молнию мне потом было прошить легче. Когда я дойду до стачивания, я вот этот участок прошивать не буду. Поставлю иголочку вот сюда, сделаю здесь закрепку и прошью только вот эту нижнюю часть. А потом я буду обметывать. Но прежде чем обметать, я обязательно проклею вот этот припуск. Результат тоже вам покажу. С этой стороны, конечно, то же самое. Вот эта часть у меня будет проклеена, продублирована. Вот так я подготовила юбочку к работе. Все откладываем ее тоже в сторонку, туда же, где у нас рукавчик был. И посмотрим, обратим свои взоры вот сюда. На спинке-то ведь у нас тоже есть участок под застежку молнии. Значит, с ним надо повторить то же самое. Здесь 20 сантиметров. 20 это немножко больше. Ну, вот так, например, мы берем. Значит, опять отсюда удаляем ниточки, которые нам больше не нужны, чтобы чистенькая у нас работа была. Совместили старательно обрезные срезы. Снова взяли иголочку с ниточкой. И вот здесь вот у меня видно, да, где у меня будет проходить. Наша прибавочки на примерке. Видите, у нас все было хорошо. Мы выбрали с вами правильные. Ни в чем не ошиблись. И примерочка прошла, собственно говоря, без изменений. Потому что вот те изменения, так сказать, которые вы сейчас видите, да, это нормальные изменения. Это уточнение контуров. Это то, что необходимо делать всякий раз. Понимаете? Поэтому никакого, так сказать, брака в работе у нас не было. Больше того, горловина обычно уточняется. У нас этого не было. Линии талии обычно уточняются. У нас этого не было. Уточнилась линия низа, уточнилась пройма, уточнилась длина рукава. Вот, собственно говоря, и все. Так что наш крой можно в этом случае считать идеальным. А то, что произошло во время примерки, это необходимые рабочие моменты. Значит, сейчас я не буду вам показывать, как я буду дублировать, опять же, припуск на участке застежки. Молния, Володя, мы заканчиваем. С этой стороны тоже будет дублироваться этот припуск. Прошивать вот здесь я не буду, а буду прошивать на машинке опять от этой точечки закрепка вверх и закрепка. Посмотрите, что у нас получилось. Ну вот, получилась вот такая вот картинка. Это с изнанки, это хранится на изнанке, потому что я сейчас все это соберу и пойду выполнять следующую операцию, которая будет называться стачивание. И вот вы на этой стороне можете видеть, на правой стороне оформленные ниточками белыми контуры уточненной нашей проймы. На этом разрешите закончить. Продолжение следует.